Здравствуйте! Сегодня перед вами выступит сабриолог из Красноярска, доктор исторических наук Ливановов Виктор Павлович. Он приехал к нам в Альмистик по приглашению к клубу трезвости в выбор. И сейчас вы прослушаете лекцию по сабриологии. Конечно, слово сабриология вряд ли кто из вас слышал, да? Не слышали? Но переводится оно вполне понятно, ясно. Сабри в переводе означает трезвость, а сабриология это означает наука об отрезвлении общества. Эта наука создана была уже давно, в начале 20 века. Такими выдающимися русскими учеными, как Вехтерев, Веденский, Павлов. Вам, наверное, эти имена знакомы? По крайней мере, Ивана Павлова с его собачками-то еще слышали, проходили, да? Так вот, но позже, где-то в 30-е годы, эта наука была прочно забыта и исчезла. И с тех пор ни один учитель, ни один врач не изучал эту науку, ни одной брошюрки, ни одной книги, ничего. И более полвека об этой науке никто не слышал. И вспомнили об этой науке только в 80-е годы, когда пьянство в нашей стране достигло гигантских масштабов и стало ясно, что что-то с этой алкогольной проблемой надо делать. Люди, которые вспомнили об этой теории, стали пропагандировать, это члены очень редких тогда еще клубов трезвости. А среди тех, кто начал пропагандировать эту теорию, можно назвать такого выдающегося хирурга, всемирно известного хирурга, академика, Федора Григорьевича Углов. Федор Григорьевич Углов, вот недавно ему отмечали, мы видели, вся страна по телевизору в 100-летие, это было в 2004 году, сейчас ему уже пошел 102-й год, работает на пенсию, не собирается. Он не выпил ни грамма спиртного, не выпил ни одной сигареты. И вот в 80-е годы он начал пропаганду этой теории трезвости, если говорить по-русски, или сомбриологии. Почему именно в 80-е годы? Как я сказал, в 80-е годы пьянство резко подскочило. А вообще можно каким-либо образом эту проблему пьянства измерять? Оказывается, можно. Самый объективный показатель, который показывает степень алкоголизации любой страны за любой год, звучит так. Литры абсолютного алкоголя на душу населения в стране за год. От этой цифры зависит все остальное. Если показатель высокий, значит много пьянства, много алкоголизма, много пьяных преступлений. Все это в высоком уровне. Если это показатель низкий, все это на низком уровне. Если показатель растет, значит за ним растет все остальные беды, связанные с алкоголем. Высчитывается этот показатель так. Все, что в стране продано за год, пиво, вино, водка, шампанское, пеники, все это перечисляется на условный 100% спирт, и это море спирта делится на количество населения в стране. Мы получаем сколько спирта выпито в среднем на одного человека. Всемирная организация здравоохранения разработана специальную шкалу, что считать высоким уровнем, что средним, что низким. Вот эта шкала. До трех литров это считается низким уровнем. Четыре-пять средний, шесть-семь. Мы получаем мирная организация здравоохранения. После восьми литров уже начинается генетическое вырождение нации и много разных других отрицательных явлений. Это предел. А сейчас посмотрим, как наша страна выглядела по этому показателю в течение 20 века. И я вас уверяю, что много при этом мы сделаем удивительных открытий. Вот такой мы листуем график потребления алкоголя в России с СССР в 20 веке. Здесь у нас будет гриминная шкала. Вот на алкоголе. Вот понятно, да? Вот так вы на уроках алкоголя все рисуете подобные таблицы. Итак, начало 20 века. Первый показатель известный – это 3 литра. В 20 век мы вошли на показатели 3 литра. Смотрим, это много или мало. Низкий уровень, низкий. Вот первое открытие. Оказывается, мы были в начале 20 века малопьющей страной. Вот об этом сейчас многие не знают, многие забыли. Когда в конце 19 века ученые взяли, для примера, 10 самых крупных стран Европы и посмотрели, где сколько пьют, оказалось, что Россия занимает 9 место по пьянству. 9, пропустив далеко вперед Францию, Германию, Англию и другие страны. Вот это вот открытие, что оказывается мы были совсем недавно, 100 лет назад, малопьющей страной, для многих это, в общем-то, довольно-таки неожиданно. Но, тем не менее, факты говорят за себя. В начале 20 века пьянство стало быстро расти, и к предвоенному 13 году было уже почти 5 лигров. Возросло пьянство. Но в это же время, когда стало расти пьянство, одновременно стало активизироваться сопротивление пьянству. Как бы сработал инстинкт самосохранения нации. Пьянство стало больше, оно стало угрожать нации, и стало расти сопротивление пьянству. В чем оно заключалось? Тысячи земских учителей, врачей выступили против алкоголя. Стали издаваться книжечки дешевые для крестьян, с крупным шрифтом для малограмотных о вреде пьянства. Православная церковь выступила против алкоголя. 10 журналов выходило по стране по трезвому образе жизни. И создавались десятки, сотни обществ трезвости. Стихийно, по всей стране, масса обществ трезвости. В архивах все эти документы сохранились. Некоторые общества насчитывали десятки, даже сотни тысяч человек. И в результате вот этого сопротивления, в 14-м году трезвость победила. Но правда, чтобы победить, потребовалось, чтобы началась Первая мировая война. Началась в 14-м году Первая мировая война. И изданы были указы, по которым местные органы власти получили право вводить, как говорят, сухой закон. То есть запрещать производство и продажу алкоголя. И потребление алкоголя упало почти до нуля. Чуть-чуть до нуля не нашло. 0,2 литра – это нарушение сухого закона. Ну, многие законы есть, все равно нарушаются. Так вот эти нарушения, по мнению экспертов, дали им на целых две десятых литра. То есть практически наступила трезвость. Уже через два года выпустил монографию Веденский, великий русский ученый, где проанализировал тысячи показателей, написал монографию «Опыт принудительной трезвости». где он показал, что вот этот запрет дал чрезвычайно положительные результаты. Резко сократились все последствия въявства алкоголизма. В 17-й год сменилась власть. Этот закон был принят, запрет принят только на время войны, временной. А большевики, когда пришли в власть во главе с Лениным, они решили установить постоянный сухой закон. И 19 декабря 19-го года вышел декрет об алкоголе. По этому декрету вводился полный запрет на производство и продажу алкоголя, как тогда думали, на вечные времена. Однако, как мы знаем, скоро Ленин заболел, потом умер, пришли к власти другие люди. Видимо, к алкоголю не было другое отношение. Поэтому в 1924 году этот декрет решили приостановить. А в 1925 году стали снова продавать алкоголь. И первая советская водка появилась на приватках магазинов в 1925 году. В этом же 1925 году уровень потребления был около 1 литра на душу населения. 11-летний перерыв продажи алкоголя закончился. Около 1 литра выпили на душу населения. А сейчас я хочу задать вопрос вам. Почему перед этим запретом пили 5 литров на душу населения, потом не продавали, не продавали, начали продавать, выставили на прилавках магазинов, пей никакого запрета, сколько хочешь, только пей, а выпили только 1 литр. Почему? Мы выпили. Совершенно верно, отвыкли. За 11 лет выросло целое новое непьющее поколение молодежи, которые не видели в продаже этого алкоголя. Отвыкли. Но, раз стали снова продавать, снова стали разрешать это все, стали снова привыкать, стали снова втягивать, в результате к 40-му году было уже около 2 литров. Но если мы посмотрим на нашу шкалу, то много или мало 1-2 литра? Мало. Мало. Низкий уровень, оказывается, был уже низкий. В годы Великой Отечественной войны сотни пивных, винных, подочных заводов были разрушены, попали под бомбардировку, попали под оккупацию, резко сократилось производство алкоголя, да и народу было не до пьянки. Раньше давно никогда пели. Какой-нибудь радость, какая-нибудь праздник, выходной, получка, там отпуск. В годы войны радости, особенности и не было. Выходных часто тоже не было. По 14-16 часов в сутки от станка не отходили. И строжайшая дисциплина, да и основ денег-то не было лишних, чтобы тратить на водку. В результате потребления алкоголя упало примерно, по мнению Шпетов, 5-6 раз. Отрезверимые вводы войны. Но наступили снова мерные дни, стали восстанавливать всю промышленность и заодно пивную, длинную и водочную тоже стали восстанавливать. И уже к 52-му году снова вышли на показатель около 2-х литров. В 52-м году. Имеется сравнительный материал с другими странами на 50-й год. Так вот, оказывается, что в 50-м году один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше, чем один англичанин в 3 раза, меньше, чем один американец в 7 раз, и меньше, чем один француз в 10 раз. Вот вам сказки, мифы современных пьяниц, что якобы русские всегда пили больше всех, что пьянство – это национальная черта нашего человека. Даже создаются специальные клеветнические антирусские фильмы, которые доказывают вам, молодым, что пьянство – это национальная особенность русского человека. Вот какие антирусские клеветнические фильмы за последние годы вы видели? Можете назвать какие-то? Совершенно верно. Особенности национальной охоты не может быть, да? Особенности национальной рыбалки. Все там весело, все бочками, ведрами пьют. И все хорошо кончается. Пьянство – это национальная черта русского человека. Когда посмотришь на этот график, где же эта национальная черта? Одна из самых трезвых стран Европы. Здесь в 50-е годы мы по алкоголизму были чуть ли там на 50-60-х местах в мире. Откуда же взялось современное пьянство, которое мы сейчас повсеместно вокруг себя наблюдаем? Сдвиги начались в конце 50-х годов. По плану стали планировать, государство стало планировать все больше пьяных денег в бюджете. Под этот пьяный бюджет строятся все новые, новые пивные, винные, водочные заводы. И по плану производство алкогольной продукции стало быстро нарастать. В результате к 65-му году было уже около 5-ти литров. из мамо пьющих стран мы вышли опять в какие? В среднепьющие. Затем эта эстафета продолжена и по мнению экспертов к 80-му году достигло показателя 11-ти литров. Полюбуйтесь. Вот как мы пили, посмотрите, проскочили, не заметили высокий уровень и далеко зашкалили за 8-м, куда переходить нельзя, куда очень опасно переходить. Не рекомендует всемирная организация правоохранения. 11-ти литров спирта. Чтобы перевести на более понятные для вас единицы измерения, давайте пересчитаем это на бутылки водки. Если пересчитать 11 литров, то получается 55 бутылок водки на каждого советского человека, включая младенцев. На всех. Да? Но младенцы-то еще, слава Богу, не пьют. Давайте перечислим на семью. Папа, мама, двое детей. Четыре человека. Сколько на семью приходилось бутылок водки? Правильно. 220 бутылок водки за семью. И я вас смею верить, что на компрессы, примочек, втирание и кондитерские цели из этой водки уходила очень незначительная часть. Очень незначительная. В основном шло, так сказать, по прямому назначению. Какой вывод мы должны сделать, глядя на этот страшный график? Первый вывод. Наши российские пьянки не тысячу лет, не 500 и даже не 100. Наши российские пьянки где-то 30-40 лет. Ибо китайцы. У русских уже вымело бы уже с земли давно этот алкоголь, если бы начали так 300 лет назад. Сейчас мы просто еще не успели вымирать. Недавно началось, 30-40 лет назад. Но умирание-то уже во всем идет. Точно в этой же последовательности, за этой же кривой последовали другие показатели. Какие? Пьяная преступность, пьяная смешность, пьяная заболеваемость, количество алкоголиков. Все эти показатели полетели точно в такой же последовательности вверх. А второй вывод, который мы должны сделать, кто это сделал? Это что, стихийно произошло? А как? Это произошло планово, по плану, в погоне за пьяным рублем бюджета. Чем оправдывало государство вот свою вот такую алкогольную политику? Ну, конечно, пьянство это плохо, преступность пьяная тоже плохо, но есть же и плюс у такой политики нас уверяют. Доходит бюджет зато какой большой. Копейки стоят буквально это самая бутылка водки, продается это за рубли, когда она стоила в те годы 3 рубля 65 копеек, 62 копейки, а производство это стоило буквально 15-20 копеек. Раньше все от пионера до пенсионера твердо были уверены, продавать водку государству выгодно, пополняется бюджет. Давайте проверим. В начале 80-х годов сумма денег, получаемых по алкогольной стеке, доходы алкоголя достигли 56 миллиардов рублей прибыли за год. Много это или мало? Поясню. Это треть всей зарплаты всей страны за год. Каждый третий рубль советский человек отдавал за алкоголь. Огромная сумма. Но оказывается экономисты на этот же год подсчитали другую сумму. Потери казны бюджета от последствий пьянства. И насчитали вот такую сумму. 140-150 миллиардов рублей убыток. Приехали. Так что же получается выгодно продавать вот это. 56 миллиардов получило государство и 150 потерял интересный получается торговля. Все равно что как вы в один карман рубль прибыли кладете а из другого вашего кармана автоматически три вылетают. Много можно наторговать такой торговлей. Получается единственное оправдание государства почему оно это делает это единственное оправдание не соответствует действительности. Это официальная цифра примерно в три раза больше. А некоторые экономисты подсчитали что это очень заниженная цифра. Не в три а в шесть раз больше оказывается убытки. Мы посмотрели в других странах в частности за эти же годы в Соединенных Штатах там оказалось в восемь раз американцы насчитали что у них в восемь раз убытки превышают доходы. Из чего складываются доходы понятно а из чего складываются эти убытки? А это снижение производительности труда особенно по понедельникам и после праздников обдохнули называется пришли на работу со свежими силами какой там неделю себя после праздника приходили какая там производительность это содержание в тюрьмах людей попавших туда по пьянке про таких говорят трезвый бы он никогда туда не попал это лечение алкоголиков содержание наркологической службы это пьяные пожары случившиеся по пьянке пьяность папироса незакашенный заснул начался пожар это содержание детей сирот отнятых у родителей алкоголиков и которые стало воспитывать содержать государство это миллионы человека дней прогулов по пьянке это пьяный травматизм это пьяная заболеваемость когда люди раньше пенсии вынуждены уйти с работы по состоянию здоровья потому что пробили свое здоровье когда все эти показатели подсчитали как минимум в три раза оказались убытки больше а если более серьезные подсчеты еще больше цифры называют поэтому можем сформулировать закон сабриологии продажа алкоголя невыгодна государственной казне невыгодно выгодно убытки всегда больше чем доходы вот вы сейчас этот закон знаете а некоторые наши руководители к сожалению не знают и видят в этих водочных пивных винных заводах способ пополнения местных и государственного бюджета но они не виноваты в отличие от вас они не проходили курса сабриологии что же дала вот эта прямая по некоторым показателям посмотрим количество алкоголиков давайте возьмем давайте возьмем в 60-м году на учете у наркологов состояло полмиллиона алкоголиков огромная цифра 500 тысяч а сюда прибавка их несчастных жен несчастных детей все это окружение это трагедия в 80-м году стало 5,5 миллионов если кто-то из вас силен в математике то у вас сколько раз больше стало алкоголиков правильно в 11 раз во столько же примерно во сколько государство запланировало больше продать алкоголя так получается кто планировал этих алкоголиков решайте сами но наркологи то говорят что эти цифры наркологические службы в принципе недостоверны это только те кто состоит на учете по мнению наркологов на учете состоит в среднем только один из трех алкоголиков а два где-то бегают неучтенные ладно поверим сколько тогда в реальности здесь было алкоголиков полтора миллиона а здесь армия а наркологи еще говорят у нас на одного алкоголика приходится два пьяницы это это сколько стало пьяниц если алкоголиков 16 с половиной то пьяниц то сколько в два раза больше 33 а в сумме где-то около 50% советских людей стали либо пьяницами либо алкоголиками и цифра это росла прямо пропорционально тому сколько государство запланировало получить пьяный гений в бюджет вот и думаешь кто же это все планировал точно так же росла смертность от алкогольных отравлений до 50 48 50 тысяч в год умирало с начала 80-х годов от алкогольного отравления ягоди для сравнения сколько наших молодых ребят погибло за 10 лет войны в Афганистане цифра опубликована не секретная кто не читал где-то чуть меньше 15 тысяч за 10 лет 14 с половиной тысяч за 10 лет жалко тех ребят жалко за что они погибли это наша национальная трагедия за 10 лет погибло 14 с половиной тысяч наших ребят здесь ежегодно по 50 тысяч трупов и не жалко как-то никто и не знает тревогу не пьет никакой национальной трагедии получается двойная мораль нет жалко этих нет тем памятник ставят а этим как бы туда алкошами дорога ну это же по 50 тысяч в год это какой ущерб для страны но оказывается цифра это ложная это только кто умер от алкогольного отравления но оказывается у нас люди довольно редко умирают от алкогольного отравления алкоголь влияет на другие смерти какие а вот по принципу напился замерз напился утонул напился с девятого этажа упал с балкона напился сгорел вот как напился выпил с папиросой незагашенный уснул сгорел напился под машину попал вот эти смерти это косвенное влияние алкоголя дает смертей во много раз больше чем от алкогольного отравления по оценке свыше девятисот тысяч в этом году погибло от алкоголя включая косвенное влияние включая косвенное во много раз больше официальной цифры мне вот эта разница между официальной и неофициальной цифрой немножко удивила слишком большая разница даже как-то не верится и я решил проверить действительно вот такая разница между официальной цифрой и неофициальной и мне скоро представился случай у меня Росини закончил медицинскую академию его послали работать в большую сельскую больницу главврачом он несколько лет работал главврачом и он лично лечил всех кто там был 10 сев ходило в его действия в больнице подчинялись этому это сердцевед которая служила этой больнице он лично знал как-то умершим я к нему как-то приехал в гости и попросил достать акты о смерти за последний год он достал оказалось что за год умерло 38 человек 38 человек от алкогольного отравления умерло 2 ну не так уж много 2 из 38 это вроде как не трагедия положили в одну стопочку 2 другую 36 и стали эти 36 рассматривать беру я акты о смерти читаю черепно-мозговая травма а это что с ним случилось а это тракторист на кировце пьяный ехал вот так по дороге а рядом обрат 10 метров глубиной и он пьяный вместе с трактором туда и свалился черепно-мозговая травма несовместимая жизни трезвый бы он свалился туда да вроде нет давайте переложим в эту стопочку 3 стало следующую берем колото-резанное ранение с проникновения в брюшную полость а это что такое а это два друга сидели на кухне пили-пили пили-пили а потом как у вас часто пишут в газетах мне ужасно нравится эта фраза такой газетный штамп красивая такая закругленная фраза на основе внезапно вспыхнувших неприязненных отношений здорово закручено да один номер к другому 17 ножевых хранили когда на другой день в тюрьме в камере проспался когда ему сказали что он сделал он вот такими горючими слезами заплакал он ничего не помнит это был его лучший друг не разлей вода с детского сада дружим за что зарезал ничего не помнит даже не верил сначала что он мог такое сделать мог бы он трезво такое сделать да никогда переложили опять стопочку следующую берем переохлаждение а это что случилось это человек в соседней деревне шел домой в семью деревню недалеко там километров 5 в хорошую погоду крыши видно в декабре шел со свадьбы ну в каком виде наш человек идет со свадьбы так маленько представляете 3 дня свадьба гудела и вот он шел со свадьбы на полдороге устал и лег в сугроб отдохнуть в декабре где его в апреле и нашли подснежный такой вырос снова переложили не буду продолжать скажу конечный результат 26 из 38 погибли от алкоголя больше половины всех умершло а официально 2 вот получается точно действительно вот такое соотношение от числа нездоровых детей среди новорожденных быстро резко на 80 на 80 год выяснилось что 3.5% всех детей в мире тяжелое отклонение в умстину физическом развитии 13% имеют среднее отклонение в умстину физическом развитии 而 умстина отстала от рождения То есть каждый шестой ребенок оказался ненормальным. Это не считая тех, кто имел слабое отклонение об умственном физическом развитии, еще в два раза больше. Стало резко вырастать количество детей больных. Решили мы узнать, сколько у нас в стране умственно неполноценных людей, дебилов, олигофренов и другие категории. Оказывается, что эта цифра очень сильно засекречена и является государственной тайной. В 30-е, 40-е, 50-е годы она известна. И когда мы построили график числа этих олигофренов и дебилов, совместили с графиком продажи алкоголя, эти два графика совпали с точностью 98%. Но потом эти данные засекретили. Мы тогда решили узнать, сколько школ для умственно отсталых детей на разные даты, в разных областях. Найти цифры нашли, они не секретные. Сравним два года, 60-е и 80-е годы. В Омской области было две школы, стало 19. За 20 лет каких-то. В Донецке было 4, стало 38. В Латвии было 12, стало 56. В Хакасской республике, там на юге Красноярского края, была одна школа всего, стало 9. Причем была одна в Абакане, в 7 мест хватало. Со всего республики области свозили, в 7 мест хватало. В 80-м году 9 школ и мест хронически не хватает. Педагоги Хакасии почитали школу 9, а учеников-то набралось уже на 13 школ. Но 4-х не хватает, не успевают строить. Оказывается, вся наша страна в эти веселые, застойные годы покрывалась густой сетью школ, дюмственно отсталых детей. А мы ничего не знали. А некоторые сейчас не знают. Но что самое плохое, многие и знать-то не хотят. Потому что это все неприятно об этом знать. Таким образом мы стали действительно превращаться в нацию олигофрендов, дебилов. Ну можно сказать, а при чем здесь алкоголь? Может быть они рождаются по другим причинам. Не от алкоголя, а мало ли еще могут быть какие-то причины. Экологии, патологии и так далее. Оказывается, что еще в древности многие народы заметили, что пьяниц рождают. Вот у русских раньше был такой странный народный обычай. Сейчас почти он исчез. По крайней мере, я его не встречал. На свадьбе жениху и невесте не наливали ни грамма спиртного. Почему бы это? В некоторых деревнях он еще где-то сохранился, этот странный русский обычай. Но вот я на скольких свадьбах был, уже начинают в ЗАГСе разливать шампанское, и я не заметил то, что бы мимо жениха с невестой проносили это шампанское, и им тоже наливали. Мы забыли свои трезвые обычаи. Что говорить о татарах и других мусульманах? Здесь вопрос вообще не стоял. Сто процентная была трезвость, потому что по исламу вообще запрещено пить алкоголь. Да и у русских-то потребление алкоголя было в разы, в десятки раз ниже, чем сейчас. Один еврей мне рассказывал, что у них евреев был такой тоже народный обычай. Если муж с женой решили завести ребенка, то за шесть месяцев до этого они оба прекращали употреблять алкоголь. Не важно там праздник или праздник, тоже народный обычай. А наука доказала связь между алкоголем и такими детьми еще в середине 19 века. Полтора века уже прошло, как сделано открытие, а многие его не знают. Открытие, как часто бывает, было сделано случайно. В Швейцарии в одном интернате бьем стены отсталых детей. Педагоги, просматривая документы этих детей, вдруг с удивлением обнаружили, что дни рождения в течение года распределяются крайне неравномерно по месяцам. То мало-мало-мало, и вдруг пик дней рождения, а потом снова мало. В чем тут дело? Отсчитали 9 месяцев назад и вышли на даты, когда по всей Швейцарии весело и радостно празднуется праздник первого молодого вина. Пьет и гуляет вся Швейцария. Карнавальные шествия, ночные и факельные шествия. Только что забродивший виноградный сок, там 2-3 градуса. Через 9 месяцев расплата. Позже стали проверять в других странах, пришли к аналогичному выводу. Большинство таких детей, пик наблюдается через 9-10 месяцев после самых больших праздников. Причем иногда не только через 9, но и через 10 месяцев. Почему? А вот почему. Оказывается, если в крови алкоголь держится около 1-2 суток, и все, он потом уходит. В половых органах находит алкоголь через 25 суток после выпивки. Он там задерживается. Если зачатие случилось в эти 25 дней, риск, что появится на свет больной ребенок, резко возрастает. Западные европейцы, которые, в отличие от нас, русских, не любят таких резких выражений. Их тонкий европейский слух коробят такие термины, как дебил, олигофренд. Поэтому для этих детишек они придумали ласковое, доброе название. Праздничные дети. Надо еще иметь в виду, что оказывается огромная разница, если пьет мужчина и пьет женщина. Это совершенно не одно и то же. Вы, наверное, еще в детском саду обратили внимание, что мальчики и девочки чем-то различаются между собой. Да, заметили. Так вот, оказывается, по алкоголю это тоже огромная разница. Почему? А вот почему. Оказывается, если мужчина, муж, скажем так, решил бросить пить, то в течение трех месяцев у него происходит полное обновление мужских половых клеток, сперматозоидов. Они долго не живут. Полтора-два месяца старые отмирает, новые нарождаются. Три месяца не пил, и через три месяца все клетки обновились. Все они уже свободны от влияния алкоголя. Вот тогда можно рожать детей. Девочки, девушки, женщины напрочь лишены этого мужского преимущества. Женские половые клетки даны девочкам сразу все с запасом на всю оставшуюся жизнь. Находится, как вы знаете из уроков анатомии, в специальном женском органе, который называется яичник. Но это чисто схематически нарисуем. Вот все будущие детки, там и сотни тысяч метров цитанов. Это будущее человечества. Это будущее хомо-сапиница. Это будущее вида. А будущее должно быть надежно защищено. И действительно, вот эта оболочка надежно охраняет, сохраняет эти клетки от воздействия любых ядок. Не могут туда ядок проникнуть. Они не способны сквозь эту оболочку проникнуть внутрь. Защищает природу, будущее, как сказать, вида. Но один яд может туда проникнуть. И называется яд этиловый спирт. Этиловый спирт проникает внутрь этого женского окна и поражает часть клеточек будущих детей. С каждым новым бокалом шампанского, с каждой новой кружкой пива процент пораженных клеток в организме девушки возрастает. И самое страшное, что эти пораженные алкогольные клетки с искаженной наследственностью продолжают жить еще десятилетия. И может случиться так, что через 10 лет будет оплодотворена именно та клеточка, которая 10 лет назад была отравлена шампанским на Новый год или день рождения, или на выпускном балу и даст начало больному ребенку, альгофреду, дебилу. Гарантии давности нет у девушек, в отличие от мужчин. И получается, что, исходя из этого, девушкам девочкам вообще ни грамма спиртного за всю жизнь пить нельзя. Это стало известно науке полтора века назад. А мы почему-то этого не знаем. Мы проводили социологические исследования в среде старшеклассниц, ни одна не знает. Да более того, многие учителя об этом даже не подозревают. Я вам еще раз скажу страшнее вещь. Далеко не все врачи об этом знают. Почему так? Ну что, за полтора века нельзя было всем это на пальцах рассказать, что все это знают, что женщинам пить нельзя. Кстати, раньше даже у русских-то 90% женщин не пили. Я уж не говорю о мусульманах. Это все началось-то вот в 20 веке. Почему нельзя это всем рассказать? Кому-то невыгодно, чтобы вы это знали. Кто-то понесет, видимо, какие-то убытки. Это называется искусственное невежество. Специально людей держит в невежестве, чтобы девчонки этого не знали. Если женщина не пила никогда в жизни, бывает такое, хотя и редко, но мусульманам бывает чаще, то вероятность рождения больного ребенка составляет 1%. Ну, какие-то другие причины, там, экология, патология и так далее. Если девушка пила всего несколько лет, причем исключительно культурно, умеренно, только по праздникам, то уже вероятность рождения больного ребенка в 7 раз больше. 7%. А если уже алкоголичка на последней стадии вздумала родить, то уже 70% вероятности, что она родит ненормального ребенка. То есть вероятность рождения больных детей прямо пропорциональна тому, сколько женщина выпила, начиная с первой своей рюмки и до момента зачатия. Все это суммируется. И женский организм потом не очищается от этих лет. Это говорит о том, что женщинам пить нельзя вообще, если, конечно, они наберены стать матерями здоровых детей. Вот откуда у нас набралось столько олигофренов, дебилов? Миллионы они сейчас исчисляются. Результат пьяного зачатия. И чем больше государство разрешило продать или продало самого этого алкоголя, тем больше в народе рождается таких детей. Так кто планировал тогда этих детей, получается? Думайте сами. Что было потом? А потом было следующее. В 85-м году, вы, конечно, по возрасту уже не помните, кто по старше помнит, был антиалкогольный указ. Это уже пришел к власти Горбачев. Указ этот связан с именем Лигачева. Им в первое время удалось бить до 3,5 литров. В 86-м году 3,5 литра. Но недолго музыка играла. Алкогольную мафию снаскохо не возьмешь. Алкогольная мафия так надавила на вас, что через два года уже власть сдалась. Извините, ребята, ошибочка вышла. Ну как же можно русских татар оставить без алкоголя? Небазь нельзя. И еще при Горбачеве этот кран снова начали раскручивать в обратном направлении. Где-то года два не будет. И иногда говорят, сухой закон. Это же не сухой, конечно, полусухой закон. Не реквидировали продажу, уменьшили. И тут к власти пришел после Горбачева кто? Нет. Борис Николаевич Ильцин. Я не буду давать политическую характеристику этому деятелю. У вас могут подношениям разное мнение. А я дам результат по алкогольному, так сказать, этому вопросу. В результате 94-й год, 96-й год, 16 литров, у меня уже доска кончается. Но дальше 96-го года дело-то и не прошло. Это последняя официальная реальная цифра, известная на 96-й год. Почему? Потому что после 96-го года вся статистика с треском лопнула. Почему? Алкоголь ушел в криминал. И перестал учиться статистики. Государственные алкогольные предприятия стали частными акционерами и обществами. Им стало невыгодно показывать всю продукцию, которую они производят. Чем меньше показал, тем больше дохода получил. Акциз налог уже не берется. Стало массовое утаивание вот этой алкогольной продукции. И сколько мы сейчас пьем, никому, в общем-то, точно неизвестно. На моей памяти уже три раза собиралась государственная комиссия с целью решить вопрос. Сколько же мы пьем на самом деле? Сколько алкоголя легального, а сколько нелегального? И вот совсем недавно, вот в ноябре 2005 года, недавно, очередная комиссия по телевизору, по центральному телевидению, с радостью нам сообщила, что сейчас учитывается только 40% всего выпиваемого народом алкоголя. 40% легальный алкоголь, а 60% левый, нелегальный, нигде не учитывается. Это так выяснила государственная специальная комиссия. А сколько учитывается сейчас? Сейчас учитывается примерно 10 литров, 10-12, очень приблизительная часть подсчета, на душу населения литров. Но мы знаем из этих решений комиссии, что это 40% выпитого алкоголя. Составляем простейшее уравнение. Сколько же будет 100 литров? Если 40 литров это 10-12, то 40% это 10-12 литров, то 100% получается буквально 25-30 литров на душу населения. Точнее никто сказать не может. Ну, по крайней мере, точно за 20 литров. Так что должен вас в кавычках, конечно, поздравить, господа учащиеся. Вы сейчас живете в самый пьяный период за тысячелетнюю историю нашего государства. Как это не печально для всех с нами, у нас с вами. Никогда за тысячу лет мы не пили столько, как сегодня. Это впервые. Вы-то еще молодые, вы только что выросли, только что повзрослели. Вы думаете, что всегда так было? Да нет, оказывается, никогда так не было. Это вот вам так повезло, извините. Вот такую страну мое поколение передает руки вашему поколению. Извините, так получилось. Никогда мы не пили так, как сегодня. И точно в такой же последовательности вверх полетела снова пьяная преступность, пьяная смертность, пьяная хулиганство. У нас сейчас преступлений в России больше, чем раньше было во всем СССР. И официально каждый третий в тюрьме попал по пьянке. Но еще одно из последствий, которое раньше не было. У нас появилась здесь армия беспризорников. Сразу вспоминается разруха после гражданской войны. Но тогда-то после гражданской войны за несколько лет все беспризорники, когда их переловили, одели, накормили, посадили в детские дома. И вот такие люди потом из них выросли. Все образования, профессии получили. У нас сейчас миллионы беспризорников и никто не принимает никаких срочных мер. Владимир Владимирович Путин несколько лет назад вынужден был признать, да, у нас в стране миллион беспризорников в подвалах, на чердаках. А наши профсоюзы уверяют, нет, не один миллион. Четыре уже миллиона беспризорников уже насчитываются. Это было несколько лет назад. Сейчас уже речь идет о пяти миллионах беспризорников. Как они там в подвалах, на чердаках очутились? Что, им приключений захотелось, что ли? Да нет. Рыба ищет, где глубже человек, где лучше. И оказывается, им в этих грязных подвалах лучше, чем с такими родителями. 90 с лишним процентов из них это те, кто сбежали от родителей алкоголиков, от спившихся родителей. Чем больше стали продавать алкоголь, тем больше родителей спилось и больше детей попало в такую сложную ситуацию. Им оказывается, в подвалах лучше, чем с такими родителями. Скажите, они там в подвалах получат образование? Нет. А профессию и специальности они получат? Нет. Нет. Пять миллионов – это численность Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Та-то армия пятимиллиона разгромила фашизм, освободила страны. Эта пятимиллионная армия, что будет делать, когда они вырастут? Как им выжить? Как им не помереть с головы? Пять миллионов людей без профессии, без образования. Что им делать, чтобы выжить? Как вы думаете? Что они должны делать, чтобы не помереть с голодом? Ну, естественно. Грабить, убивать, воровать. И они не виноваты, у них другого выхода нет, как нас с вами грабить и убивать. Иначе они не выживут. Они не виноваты. Они сбежали от спившихся родителей. Ни другого выхода не было. От спившихся родителей столько, сколько государству позволило оправдать алкоголем. Вот она причинно-следственная связь. Армия может разгромить всю Россию. Так это сейчас пять миллионов, а через два-три года уже будут говорить шесть, потом семь. Ничего же не предпринимается. После гражданской войны дали приказ Дзержинскому. Сделали все. За несколько лет ни одного беспризорника не осталось. У нас никто никому никаких приказов не дает. Все как будто так и надо. Вот это одно из самых успехов. Это только одно из последствий алкоголизации. Страшное последствие. У нас в среднем продолжительной жизни упало с 70 лет, которая была при социализме. Сейчас уже 63-64 года. У всех странах средняя продолжительность жизни растет. Уже тоже было в развитых странах, тоже было как у нас в 75, сейчас уже к 80 подходит. Даже какие-то слаборазвитые страны тоже было чуть ли не 45-50, сейчас уже за 60 вверх. Все идут вверх, мы идем вниз. С 70 до 64 и ниже. А мужчины вообще живут 57-58 лет. Ну это уже уровень, извините, Зимбабве. Это уже получается кондурас какой-то. Ну действительно так. Вот продолжительность жизни. Мы сейчас попали в разряд каких-то слаборазвитых стран. Отчего умирают большинство умерших мужчины? Причем многие не достигли даже пенсионного возраста. Я разрабатывал десятки тысяч актов о смерти, там у себя изучал в ЗАГС по своей работе. Я могу вам сказать, если умер мужчина в возрасте до 50 лет, а это сейчас массово, то только в 10% случаев он умер от какой-то болезни. А в остальных 90% случаев он, как правило, погиб от алкоголя. По тому же принципу. Он напился, замерз, напился, он напился, в аварию, он напился, отравился суррогатом алкоголя и так далее. Вот распространенный вид смерти. Захлебнулся рвотными массами. Уснул пьяный на спине. Его вырвало. Все это осталось во рту, и он захлебнулся. Часто встречаются такие акты смерти. Мы редко слышим, потому что родственники не будут распространяться про такую позорную смерть. Замалчивается это все. Сгорел на работе. Так вот, у нас сейчас подчинено, что с 7 миллионов женщин нет мужей, нет женихов. Уже сейчас 7 миллионов женщин наших обречены на несемейную жизнь. Мужа им уже не видать, как в своих ушах. Их этих нет. Меньше на 7 миллионов. Отсюда несчастная суррога. Отсюда то же самое падение рождаемости. С 92-го года начался страшный процесс в истории нашего народа. Всех народов нашей страны. Не только русских. Мы начали вымирать. Что такое вымирание? Это превышение смертности и надрождаемости. Уже в 92-м году умерло на 300 тысяч больше, чем родилось. В 93-м году уже на 700 тысяч больше, чем родилось. И дальше пошло щелкать по миллиону в год. В год у нас на миллион меньше. На 800, на 900 тысяч на миллион. С каждым годом мы сейчас сокращаемся примерно на миллион. В год требуется гробов на миллион больше, чем детских колясок. Это при наших-то гигантских просторах и при наших таких вот богатствах, природных ресурсах, страна стала обезлюдивать. С каждым годом все больше и больше. Но вы понимаете, что свято место, пусто, не бывает. Я думаю, найдутся хозяева на эту богатейшую землю, когда она окончательно освободится от этого населения. И главное орудие уничтожения россиян на первом месте это алкоголь. Не какая-то там непонятная атипичная пневмония. И даже не куриный грипп, который кричат все там средства массовой информации. Сколько у нас от этого куриного птичьего гриппа погибло людей? От алкоголя ежедневно тысячи людей погибают, и никто ничего как будто так и надо. Посмотрите, какая двойная мораль-то получается. О каких-то угрозах только еще потенциальных нам объявляют. Вдруг до этого дойдет птичий грипп когда-нибудь до России. Алкогольный грипп уже давно дошел до нас, косит наши речи массово, миллионами косит. И молчок. Это вовсе не личное дело каждого. Хочу пью, хочу не пью, мне никто не указ. Речь идет уже о национальной безопасности, о выживании нашей нации. Когда в начале 20-го века пьянство стало расти, так интеллигенция выступила против врачей, учителя. Сейчас только очень мало людей, которые разбираются в этом вопросе и выступают против этой системы. Очень мало. Массовое невежество. Многие об этих проблемах даже не подозревают. Они бы, может быть, и были бы против, они бы обеспокоились бы всем этим, если бы они это знали. Но ведь надо еще и смотреть, что вокруг происходит. Мы же видим, что народ-то вокруг половины уже алкоголики, пьяницы, уже мрут как мухи. Но просто так вот человек пришел с работы, уперся в ящик, там всякие развлекательные программы, и он всем лежит на диване, посматривает там, значит, эти всякие программы, и что там происходит за окном, дела нет. Сейчас многие так вот рассуждают, каждый сам по себе. К более сложному вопросу. То, что я вам сейчас рассказывал, это еще не сапреология. Это называется введение в сапреологию. А вот сапреология-то начинается только сейчас. Мы с вами только один закон сапреологии затронули. Продажа алкоголя невыгодна для государственной казны. Законов там несколько десятков. И чтобы разбираться в этих проблемах, нам все это нужно знать. А сейчас сделаем пятиминутный перерыв. А вы меня спросите там, в третьей части, вы мне это задайте вопрос, ладно? Систему можно назвать так. Государственная система спаивания населения. Как она работает, эта система, так народ идиот. Мало выпускает алкоголя, государство продает мало алкоголиков, мало пьянства. Увеличивается, значит все это увеличивается. Это отсюда можно сделать вывод. Алкоголизация в принципе управляема. И зависит от государственной алкогольной политики. Либо это государственная алкогольная политика, либо это государственная антиалкогольная политика. Вот сейчас какая проводится политика? Явно алкогольная, да? От государства всё зависит. Сколько государство лишит продаж алкоголя, даже если продажей производства занимаются частные лица, они занимаются так и столько, сколько государство им позволяет. Поэтому это не снимает с государства ответственности. У этой государственной системы спаривания есть один страшный естественный враг. Как называется этот враг? Этот страшный естественный враг называется «дети». Поясню. Если сказать точнее, естественное движение населения. Что я имею в виду? Вот у нас при социализме, во времена социализма в Советском Союзе ежегодно рождалось 5,5-6 миллионов детей. А можно сказать и так. Прибавлялось 6 миллионов трезвенников. Младенцы-то не пьют, правильно? Не пьющие пока младенцы. Запомните, прибавилось 6 миллионов трезвенников. И за год умирало 2,5 миллиона взрослых, пожилых людей, как правило, пьющих. Можно сказать так. За год около 2,5 миллиона пьющих, а прибавилось 6 миллионов не пьющих. Ну так извините, если дальше так пойдет. Сколько же прибавится не пьющих, скажем, за 10 лет-то? В 60 миллионов. А на сколько станет меньше пьющих? На 25. Страшные для этой алкогольной мафии цифры-то. С каждым годом, если даже ничего не делать, страна начинает отрезвляться. Не пьющих все больше, пьющих все меньше. Вет за 60 вообще пьющих не останется. При такой страшной системе может вот эта алкогольная мафия вот так вот лететь и вверх развиваться, если будет трезвым все больше, а пьющих все меньше? Нет. Она на каком-то этапе застопорится, складывшись и переполнится этой продукцией, обанкротится алкогольной мафией. Что же делать бедной несчастной алкогольной мафии в этих страшных условиях? А делать ей надо только одно, чтобы выжить. Надо сделать так, чтобы дети, подростки, молодежь рано или поздно начали пить. И заменили ушедших на тот свет умерших взрослых. Все, иначе все, иначе банкротство. Как же заставить подростков, молодежи начать пить? Так вот, с этой самой целью, еще в начале 20 века, особенно активно, в 50-е годы была создана специальная научная теория, «Как заставить детей пить?» и начала внедряться всем нам мозги. Ну, честно-то, откровенно сказать, для чего создана эта теория, никак нельзя. Как эта теория, чтобы заставить детей пить? Народ не поймет, родители тех же детей не поймут. Поэтому эту теорию назвали, определили, что она якобы направлена против алкоголизма. Это уже звучит солидно, да, теория против алкоголизма, все согласны. Так вот, самое страшное, что у подавляющего числа взрослых, и я уверен, что у подавляющего числа и здесь сидящих, вот эта теория вот здесь уже есть. Она вбита нам в мозги еще с детства, и сейчас вы в этом убедитесь. Я вот даже сейчас вам дам название к этой теории, а вы почувствуете, что повеяло чем-то родным, близким и знакомым. Как же называется эта теория? Теория культурного, умеренного питья по праздникам. Знакомое, так сказать, словосочетание. Но ведь в ней ничего в названии-то плохого нет. Более того, нам же говорится, что она направлена против алкоголиков. Поставим эту культуру, стрелку и букву А, алкоголики. Давайте мы все, пьяницы, алкоголиков, научим пить культурно, умеренно, и никакого пьянского алкоголизма в стране не останется. Убедительно, вроде бы, звучит. Но каждая теория проверяется чем? Практикой, жизнью. Вот начали внедрять эту теорию, было полтора миллиона алкоголиков. Внедрили, стало 16,5 миллионов. Ох, как эта теория борется против алкоголиков-то, да? Начали бороться, было полтора миллиона. Всех убедили, что надо пить культурно, умеренно, алкоголиков стало 16,5. В чем же тут секрет? Почему все уверяют, что надо пить культурно, умеренно, убеждают. А алкоголиков все больше. Секреты, оказывается, никакого тут нет. Оказывается, если алкоголик, прошел курс лечения, взросил пить, пьет год, не пьет год, не пьет три года, не пьет пять лет, но стоит ему на праздник выпить хотя бы рюмочку спиртного, что с ним происходит? Конечно, моментальный срыв, и он сразу же уходит в запой. Оказывается, алкоголик пить культурно, умеренно не может никогда. Он может либо пить, запиваться, под забором валяться, либо вообще не пить до самой смерти. Тогда он, в первом случае, не пьющим алкоголиком, а во втором случае, не пьющим алкоголиком. А культурно, умеренно, ну, не дано. Вот в наркологии есть такое, конечно, срыв. Сорвался, ушел за путь снова. Значит, бороться с помощью культурного, умеренного потребления против алкоголиков абсолютно бессмысленное занятие, что мы и наблюдаем. Борятся, борятся, и все больше. Значит, вопрос я вам задам. Какой КПД, знаете, что такое КПД, знаете? Какой КПД? Теории культурного, умеренного питья против алкоголизма. Чему равен? Нулю. Молодцы. Нулю. Поставим ноль. Бесполезно бороться с алкоголизмом с помощью теории культурного, умеренного питья. Никакого результата нет. И жизнь показывает, вот жизнь показала обратный результат. А сейчас поставим стрелку в другую сторону, напишем букву «Д». Она будет означать «Дети». Все дети рождаются непьющими. Согласны? Ни один ребенок еще не появился из чрева матери с бутылкой пива, а потом из сигареты в другую. Ну, ясно это все. Рождаются перед другом. В первый класс, как правило, дети приходят еще непьющими. А сейчас вопрос вам, как специалистам. Сколько непьющих детей выходит из выпускного одиннадцатого класса? Предположите. Один процент. Один процент. Еще какие будут мнения? Три. Три процента. Ну, близко, да? Один, три. Я могу сказать точно, поскольку я в Красноярском крае проводил социологические сферы в 16 школах и знаю точную цифру. Кстати, я у вас здесь в Борге тоже уже в классах 15 прочитал лекции. Мы путем голосования тоже выясняли. Так же, как и у нас в Красноярском крае одинаково. Разницы нет. Так вот, один процент выходит из школы непьющими. Один процент. Девяносто девять процентов уже знают, что такое алкоголь на вкус. Скажите, из этих девяносто девяти процентов кто-то хочет стать алкоголиком? Нет. Дураков нет. Нет. А кем они захотели стать и стали культурно-умеренно пьющими по праздникам. Значит, их заставило отказаться от трезвости нормальной детской природной, какими они были, когда родились, заставило идеологию культурного и веримого питья. И какой КПД, это уже вам вопрос, какой КПД теории культурного питья против детской трезвости? Чему равен? Вопрос. Нет. Вы же выяснили? Точнее. Девяносто девять процентов. Давайте напишем. Девяносто девять процентов выпускников средней школы выходят пьющими из школы. А сейчас посмотрим на всю эту форму в селиконе. И ответ к миру вопросу. Против чего создана теория культурного и веримого питья? Против алкоголизма или против детской трезвости? Против детской трезвости. И работает с высочайшим КПД девяносто девять процентов. А в некоторых классах, я проводил, редче тоже спрашивал, сто процентов, уже сто процентов старшеклассников ни в день не сказал, что он трезвый образ жизни ведет. Такое тоже часто встречается. Но все-таки иногда попадаются люди, поэтому девяносто девять процентов. Так для чего создана теория? Понятно? Вот что такое теория культурного и веримого питья. Она абсолютно бессильна против пьянства и алкоголизма. Ничего не может она с алкоголиками сделать. Но она буквально уничтожает под корень естественную природную трезвость среди детей и подростков. Почему он так легко справляется с детской трезвостью? Да потому что детская трезвость исходит не из убеждения, а от того, что вот они еще маленькие, они еще не пьют. Убеждений-то нет. И непьющим детям внедряется теория культурного и веримого питья, и они начинают рано или поздно пить. Кто в пятом, кто в осьм, кто в десятом. Это не имеет значение. И алкогольные мафии. Главное, чтобы вы начали пить. Чтобы выпили первую рюмку. А дальше само пойдет праздников. Там много, да. То день рождения, то Новый год. В то выпускной балл. Так вот. Не тогда дети становятся пьющими, когда они выпили первую в своей жизни рюмку. Оказывается, программирование идет с детства. Гораздо раньше, как программирование несмышленных трезвых детей на употребление алкоголя. Я приведу пример. Однажды в одном детском саду, в группе четырехлетних детей, сабриологи решили провести эксперимент с согласием воспитателей. Детишкам предложили сыграть в праздник. И что, взрослые это шли, не помогали, не подсказывали. Оказывается, не помогать подсказывать не надо было. Тут же мальчики сдвинулись столы в один ряд. Девочки шутко-стульчики расставили. А потом, обратите внимание, в центр каждого стола поставили кегли. Против каждого стульчика по кубику. Все чинно расселись. И тут во главе стола сам собой образовался тамадан, который, отставив локоток, произнес витиеватый тост. Все дружно из кубика выпили. Второй тост. А третий тост традиционно за наших прекрасных дам, сказал командар. Мужчины пьют стоя, мальчики все сразу вскочили. Ну, не первый раз, господи. После четвертой и пятой рюмки мальчики почему-то стали качаться и падать со стульчиков на пол. А девочки их брали за руки, за ноги и заботливо оттаскивали на диванчике. Ну все, четыре года воспитание уже закончено. Педагоги говорят, воспитание вообще заканчивается к пяти годам, а дальше уже начинается перевоспитание. Четыре года ребят дети уже знают. Они еще не нюхали спиртного. Они прекрасно знают, как надо по-взрослому отмечать праздник. Это еще задолго до школы. Не задолго до того, как первую руку попробуют. Да и не в четыре года. А гораздо раньше это начинается. Можно сказать, что у нас в стране прекрасно налажена система антитрезвого воспитания детей. И это антитрезвое воспитание начинается буквально с первого дня появления ребенка на свет. Я не утрирую. Представим ситуацию. Счастливую мамашу с ребеночком из роддома привезли домой. Счастливый папаша берет этот сверточек, кулюлюкает, умиляется, целует и дышит на него. Ну естественно, он уже три дня отмечает это радостно. У ребенка сознание в это время еще спит. Сознание спит. Но подсознание это вовсю работает. Он все чувствует, он все ощущает. И вот в подсознание у ребенка начинает закладываться новая часть. Какая? Ему хорошо. Его любят. И сопровождается это винным запахом. Значит, вино это хорошо. Вот так начинается антитрезвое воспитание наших людей. Или возьмем чуть попозже. Ребеночку года два. Первый сознательный новогодний праздник. Для детей-то какое событие. Елочку принесли, игрушки развесили. Гости нарядные шабрались. Весь хрусталь с этого ассерванта на стол выставили. В центре торт установили. Ребенок ходит, облизывается с трубями и зашел. Тогда же мотоцикл дадут. А тут гости расселись и в самый ответственный момент достают из холодильника какую-то красивую-красивую бутылку. И не то, что там вот эта пластиковая из-под газировки, а такая темно-зеленая. Здесь серебряная фольга ее горлышко украшает. Здесь золотые недали в обрамлении виноградных гроздев. И дают самому опытному человеку дяде Коле. Дяде Коле берет и с важным видом начинает какую-то проволочку осторожно, осторожно откручивать. А гости аж с мест пристали. А у ребенка вот почему? А кто сейчас будет, уже не знает первый раз. И тут пробка как? Да, по-другому, да все закричали. Ура, бокалы сдвинули. Ребенок здесь радуется большим всем. Впечатления на всю оставшуюся жизнь. Какие? Вино – это праздник. Вино – это когда все поют пляжу. Это день, когда ребеночку апельсивный, мандарины, шоколадки, хоть сколько, без всяких ограничений. Вино – это символ радости, праздника. И когда торт ешь, можешь, ешь сколько сможешь, можешь. Никто не остановит это впечатление на всю оставшуюся жизнь. Положительное отношение к алкоголю. Пойдем возьмем попозже. Подростка, подросток, скажем, в подростковом возрасте, ребенок первый раз пошел на дискотеку. Ой, первый-то раз как интересно. Надо же, ну первый раз. Все первый раз интересно. Ну, прям таки выезд Наташи Ростовой на бал, да? Пришел на дискотеку, а там что творится? Свет мигает. Этот шар зеркальный крутится с зайчиками. Дискотей какую-то чушь несет. Ну, ладно, как и все-таки, все-таки, все нормально. Вот такие колонки стоят. И колонок децибелы по ушам бьют, и апректично. И начинают ребенок вместе со всем прыгать. Все с удовольствием прыгают, танцуют. Ну, надо куда-то горжанину энергию додевать. Особенно, если огорода нет. И все прыгают. А в это время децибелы по ушам, ну, например, какую-нибудь песню. Ну, например, знаете Андрея Макалевича? Знаете, вот по ушам. Я пью до дна за тех, кто в море. Ну, как за тех, кто в море? Не выпить. Тяжело, там пить, да ладно. Ну, он пляшет. Я пью до дна за тех, кто в море. Пришел ребеночек домой, сел уроки учить, чтобы не скучно было. Потихонечку радио включил. А по радио какой-нибудь певец. Ну, например, я любил всех женщин от 5 до 95. Обаятельный, седой. Вахтанг. Кикабидзе. Своим приятным бархатным балетоном. Я хочу, чтобы песни звучали. А дальше? Чтоб вином наполнялся бокал. Красиво? Красиво. Как ребеночек, выросший в таких условиях, может рано или поздно не начать пить? Вот молодые люди. Любите музыку, часто хоть на танце. Знаете массу песен, больше, чем я, но много, десятки, сотни песен знаете. Пожалуйста, вот вам вопрос. Назовите мне песню, хотя бы одну, две, три, где есть слово трезвость, и эта трезвость там в песне воспевается. Пожалуйста. Я не знаю, нет таких песен. С телевидением, по крайней мере, они не звучат. А узнаете ли вы песни, где есть что-то речь идет? А не е, а бокали вина, а сигарете. Есть ли подумать? Есть. Есть. Каждый из вас посидит на руках. Их тысячи песен, воспевающие алкоголь, табак. Тысячи. А про трезвость ничего нет. А где же этот самый демократический плюрализм? Про трезвость ноль, а про вино, пожалуйста, десятки. Вот я даже могу вам сейчас по годам, скажем так, по десятилетиям несколько песен припомнить для примера. Скажем, еще возьмем 30-е годы. Но я не такой старый, 30-е годы не помню, но песни знаю. Скажем, такая была песня. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Ну как, попробуй, за Сталина не выпей, а тем более за Родину, да бог уйдет. Или к каждому празднику новогоднего выходила какая-то оперная дива, вот с таким бюстом, исполняла новогоднюю песню. За здравную чашу до края нальем. Ну как же, за здравную чашу, да не до края, что пить так ведра, верно. И вот уже полвека, больше полвека, лет 70, все романтики и туристы поют знаменитую туристскую романтическую песню про Бригантину. Как там Бригантина поднимает паруса, слышали? Был кто-то из вас в походах? И там есть такой припев. На прощание поднимай бокалы золотого черткова вина. Ох, как красиво, золотого, да еще черткова, грех отказываться. Или возьмем, перейдем в 40-е годы. Скажем, едут казаки из Берлина, 45-й год. Эх, встречай, покрепче обнимай, чашку хминуй, вполне наливай. Ну как же не лить чашку, когда фашисты, как разгромили? За победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще. Каждый 9 мая мы слышали, ну как же, за победу-то за друзей не выпить. Или вот тоже послевоенная песня поет замечательная певица, Клавдия Шульженко. Давай закурим, товарищ, по одной. А что отвечать надо? Давай закурим, товарищ. Ну вы, слушайте, сама, что Жульженко просит, то грех не закурить. Или вот там ресторанная песня, скажем позже, 60-е годы. Сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь. Я люблю тебя за это. Ты сама об этом знаешь. Какая милая сигарета, никогда не изменяется. Все бабы дуры, все изменяются. А сигарета, они как и два не будут. О, какая сигарета-то, оказывается, хорошая. Или вот 70-е годы, по-моему, это, кажется, двух по кругу. Я закопал шампанское под снегопад в саду. Выйду потом в Сапаску и вдруг его не найду. Гури-то какой, последнюю бутилку строю. Да ну застрелиться осталось, и все, и все, и все, и все. Ну а ближе к нам вообще выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Что поет? Николая. Или вообще пошло. Если было море водки, я бы там поможил. А если было море пива, я бы дельфином стал красивым. Хрустальный звон бокала. Кто воспевает хрустальный звон бокала? То ли Малинин, то ли Филипп наш, не помню. Малинин, да? Ну и уже не только хрустальный звон бокала стали воспевать, уже пьянство стали воспевать. Напилась я, я пьяна. Не дойду до дома. Это ж надо Кадышевой так купиться. Ну в деревне 10 домов она свой дом не может происходить. Как я представляю, как это Кадышева на карачках, по словам, говорит, полдет. Где ж мой дом? Ну, в крыску певать. И она воспевает, никакого стыда, никакого. Так и надо. Представляете, до чего вы уже допелись? И допелись. Система программирования молодежи очень разнообразная. Песни, это, конечно, вы сами видите. Я могу еще сотни песен привести. Но ведь это еще гораздо тоньше. В последнее время почти на каждой коробке конфет, почему-то на корочке нарисована бутылка, плюнки. Замечали? Конфеты с ликером, конфеты с ромом, конфеты с водкой. Для чего это делается? Это преступный сговор алкогольной мафии и кондитерской промышленности. Это делается с целью с детства приучить детей к вкусу алкоголя, к аромату алкоголя. Прекрасно работает этот союз. А даже закажу в кондитерский отдел, смотрю, там конфетки лежат, шоколадки, там жвачки есть, и где нет, сигарета. Я говорю, а что вы сигарету-то сюда положили? Она говорит, не сигарета, это шоколадка. Не сигареты. Покупает глупой мамаша ребенку такую сигаретку, он разворачивает кружить и понимает, что сигарета. Это хорошо. Она же смотрит, пачка Мальборо, в ней сигареты и все эти жвачки. Покупает мамаша такую пачку Мальборо, он на глазах всего двора достает сигареты, жует вкусно. Все завидуют, жвачки. Для чего сделала такая вот пачка для сигаретки? При общении детей с детства к куринию. Вот помню в отделе одного магазина продавались резиновые надувные круги для купания детей. Там просто круги в форме всяких зверушек. И смотрю, в углу стоит надувная, полутораметровая бутылка шампанского для купания детей. Представляете, с таким зеленым другом купается ребенок и понимает, что этот рук не подведет, утонуть не даст. Это кому в голову пришло такое сделать? А вот это наглядно. Так я вот таких факторов тысячи могу привести. Вот почему практически все дети, к одиннадцатому, по крайней мере, классу, начинают пить. Вот это и есть алкогольное программирование детей. А сейчас давайте я вам задам вопрос только один. Поверьте, пожалуйста, честно. Может быть, у вас какой-то другой класс особенный, не такой, как у всех. Пожалуйста, поднимите руку, кто пока не клюнул на теорию культурного умеренного бедия и в жизни ни глотка шампанского или пива еще не сделал. Поднимите руки. С одной стороны весело, хорошо. С другой стороны поднялся только один. А 99% такой мощной пропаганды. Представьте, я уже много покрытил, когда я был ребенком, как раз тогда его только сделали. И на яичные детишки пятилетние смотрят. Обратите внимание, там друг есть у Чебурашки, зеленый такой, как крокодил Гена. А посмотрите, а вспомните, что в пасте-то у этого крокодила Гена торчит? Сибирь. Нет, не Сибирь. Трубка. Курительная трубка. А это положительный герой или отрицательный? Положительный, хороший крокодил Гена. Трубка в пасте. По-научному это звучит так. Крокодил Гена, табачный наркоман. Да, по-науке, да. И поколение пятилетних детей смотрит, воспринимает, какой хороший крокодил Ген, и при этом он курит. Вот парадокс. Если бы старуха Шапотлят курила, вот это было бы хорошо. Дети понимали, что курить могут только отрицательные плоти. А где же положительный герой? Курит трубку. И это дети смотрят, и это все впитывает. Это все на мозги-то. Как, 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 да. И все фаршки-то. Вода и камень точат. Я долго думал, почему такой умнейший человек, как Эдуард Успенский, в данном случае, сморозил такую глупость? Сделал положительного героя для пятилетних детей кулящей, табаченой наркоманой. И все мне стало ясно, когда однажды в журнале я увидел портрет самого Эдуарда Успенского и сидит там Эдуард Успенский, а во рту у него точно такая же трубка, как у крокодилогены. Эдуард Успенский сам табачный наркоман. Значит, он сам не понимает зло, которое алкоголь в этот табак несет. Раз сам не понимает, сделал из своего положительного героя тоже табачного наркомана, как он сам. Вот получается как. Чтобы убедить детей начать пить, не надо заставить пропагандировать пьянство и алкоголизм. Причем даже если кто-то начнет пропагандировать алкоголизм, вряд ли ему поверят. Вот, например, представим такую ситуацию. Я представитель водочного завода, а вы как будто еще не пьющие пятиклассники. Какой мой интерес среди не пьющих пятиклассников? При таком случае мой карман будет, как говорится, набиваться деньгами. Если вы все начнете пить, будете пить много мою продукцию, мне выгодно, чтобы пили мою продукцию. Вот если бы я был честный и тупой, бывает такое зачитание? Бывает. Я бы пришел к пятиклассникам, и стал бы честный, и говорит, ребята, давайте мы все станем пьяницами, алкоголиками, будем покупать мою продукцию ящиками, пить с утра до вечера, в школу не ходить, чтобы не отвлекаться от этого зарядки. Будем валяться под забором, не вылазить из вытрезвителя, и закончим свою жизнь лет в сорок за колючей шроволкой ЛТП. ЛТП – это красавчик для алкоголиков, лечебно-трудовой профилакторий, ЛТП. Скажите, такая пропаганда на пятиклассников подействует? Нет. Несмотря на то, что они такие маленькие, такие глупенькие, но не хотят они походить на алкоголиков. Вон они видят алкоголики, ты возле мусорных бочков объекты собираешь, но не хочется походить на этих алкоголиков. А если бы я был умнее и посетерее от той же алкогольной мафии, пришел бы я и знал бы я, главное, чтобы вы начали пить, главное, чтобы выпили первую рюмку, а дальше пойдет по инерции праздников, то, слава Богу, много, пришел бы я к вам и начал бы заливаться соловьем так. Ребятишки, пьянство – это страшное явление, нашей действительности ужасное. Алкоголизм – это вообще никуда не годно, и там алкоголиков мозги разрушены, печень разрушена. Но зачем же даваться в другую крайность? Есть же золотая середина. Совсем другое дело, если под умный разговор, под хорошую музыку, из красивых фужеров, высокомарочное качественное вино, под хорошую закуску, только по праздникам, только культурно, только умеренно, это пусть кажется совсем другое дело. Я же не к мясу призываю, я к культуре зову. Винопитие – это и есть часть мировой культуры. Вот вы в школе осваиваете всю культуру, и одну часть тоже должны свой. Я вас учу, что вот мясу надо подавать красное вино, а к рыбе подавать белое вино. Это надо пить вот из такой формы рюмочек, а это вот из таких фужеров. Это надо пить передней, это после этой, это надо пить подогретым путь. А вот это с кусочками – да. Я вам сейчас не импровизирую, я вам цитирую учебное пособие для студентов педагогических вузов, выпущенное в Хабаровске в 83-м году, где целый параграмм был посвящен вопросу, как учитель должен научить ученика правильно пить. Вот такая пропаганда на пятиклассников подействует, да, и ваш лест рук показал, на вас-то подействовало, кроме одного человека. Вот мы на это и клюнулись. Дело в том, что я вот, если вы сказали, что вы вот, ну, не подняли руки, не признали, что вы все пьющие, кроме одного человека, это не значит, что я вас осуждаю. Дело в том, что скажу вам по секрету, я сам, может быть, в вашем возрасте тоже не поднял руки. Я тоже в свое время клюнул на эту хитрую, умную теорию культурного умеренного питья и стал культурой питьящиком. И был культурой питьящиком аж лет 15. Но когда мне было где-то около 30 лет, мне попалась в руки пленка магнитофонная с записью курса с эбриологией, то есть точно такого, о котором вот сейчас я вам рассказываю. Я в 30 лет прослушал курс с эбриологией и моментально отрезвел. С тех пор с 83-го года я не выпил ни одного грамма спиртного и не тянет, и желания нет. Вот у меня стаж трезвости с 83-го года, где-то на сейчас 6-й год, примерно 23 года. Я пил культурно, умеренно, по большим праздникам пару бокалов шампанских. На Новый год пару бокалов шампанских, где-то на свадьбе, на день рождения. Был типичный культурный питьящик. Почему я бросил пить, понятно, я рассказал. Давайте задумывайся и спросим, а почему я начал пить? И почему вы в большинстве своим 99% начали пить? Если кто-то из вас наивно думает, что это я сам, я сама решила, что буду пить культурно, умеренно, по праздникам и никогда не сопьюсь, то это неправильно, ничего подобного. Сами вы ничего не решали. Когда вы родились, вы про алкоголь не знали ничего. Все, что вы знаете алкоголе, пришлось вне. Это на самом деле вы с вами начали пить только по одной единственной причине. Я вам сейчас ее назову, вы сейчас можете сразу со мной не соглашаться, но вечером перед сном еще раз подумайте и большинство из вас со мной согласится. Почему же мы все с вами начали пить? Мы с вами начали пить, потому что нас с детства лишили права свободного выбора. Доказательства. Как у нас построена система воспитания по отношению к алкоголю? Детям говорят так, пока маленький не пей совсем, пока маленький не пей совсем, а когда станешь взрослым, вот у тебя два выбора. Либо ты будешь пьяница-алкоголик, либо ты будешь культурно-умеренно пьющий. Мы с вами, а третьего? Нет. Мы с вами, как люди умные, из этих двух, конечно, выбрали культурно-умеренное потребление. Но ложь-то заключается в том, что есть, оказывается, третий выбор, а нам об этом никто не говорил. Выбор-то не два, а три. А третий выбор это нормальная, естественная трезвость от рождения до смерти. А нам-то об этом никто не говорил. Нас лишили право выбора, лишили право свободы, выбора между тремя вот этим. Дали только два, один куда-то исчез. Так, а что говорить, собственно говоря, об этом третий выбор? Кто мог нам ему дать? Только трезвые люди, взрослые. Давайте проверим, кто прежде всего воспитывает ребенка? Прежде всего, самые близкие дети. Родители, папа, папа, Пожалуйста, поднимите руку, у кого папа абсолютный трезвенник, за жизнь не выпил ни грамма спиртного. Поднимите руки. Ноль. У кого мама абсолютной трезвенницы, за жизнь не выпил ни грамма спиртного. Ноль. Кто нас воспитывал? Мы с вами здесь и были трезвенниками, да, уже дети трезвенника. Нас воспитывал папа, по крайней мере, не трезвенник, да, и мама, тоже никто руки не поднял. Так какой шанс у нас, мы у нас так вот и решили право выбрать? Многие из вас, наверное, взрослого, трезвого человека, и в глаза мы в первый раз ничего не видели. Так с кого брать пример-то? Нас решили право выбрать трезвость. А в 30 лет, когда я прослушал пленку, я первый раз в жизни получил право выбрать трезвость. И я сразу же выбрал трезвость. Почему? Я человек науки, работаю в науке. Я изучил теорию трезвости, изучил теорию культурного, умеренного питья. И убедился, что теория трезвости построена на научных принципах, а теория культурного питья, это, грубо говоря, это теория проститутка. Она обслуживает алкогольную мафию. Ее цель составить детей пить. И она это делает. Мне никакой науки нет. Она взял живо насквозь, лицемерно. Но я это понял, к сожалению, только в 30 лет, когда познакомился с абриологией. И я вот очень завидую вам. Вы в 10 классе, вам лет сейчас 16-17. Да? Где-то так. Я очень завидую вам, что вы услышали с абриологией в 16-17 лет. Я это услышал первый раз только в 30. Если бы я услышал в 16-е и не стал вообще пить, сколько бы я сэкономил своих денег и здоровья. Я вам просто завидую. Если бы сейчас восприните идею с абриологией, сколько вы сэкономите денег и какими вы будете здоровее, здоровее меня. Вот я вам завидую. Но мне вот так в 30 лет. Ну хорошо, тоже повезло. И большинство людей вообще никогда про сабриологию не слышали и не знают, что это такое. Даже наркологи многие не знают, что это сабриология. Я однажды читал курс абриологии в группе наркологов.